Но наконец-таки я могу вам презентовать и предложить XC TRX на восьмиступенчатом автомате. Давайте так, если вы берете новый автомобиль и далее вы будете ездить на нем где-то до 100 тысяч километров пробега, вы можете брать машину и с роботом тоже. Машина с роботом банально дешевле, другой разницы нет. То есть так, чтобы по оснащению эти автомобили были чем-то хуже, роботизированные я имею в виду от машин с классическим автоматом, чтобы отличались модификации, комплектации. Нет, такого нет. Отличается только коробка передач. Мотор остался старым. Так вот, здесь пошел классический восьмиступенчатый автомат. И если вы берете машину сильно надолго, либо катаетесь прям много, то, конечно, это ваш вариант. Лучше немножко переплатить и взять автомобиль с классическим автоматом. У дилеров, кстати, их пока нет. Будут ли? Не знаю. Но, думаю, раз такой агрегат на машине появился, наверное, когда-то они дойдут и до наших дилеров. Что касается остального оснащения, ну, это абсолютно тот же Exit RX. Красивые достаточно колесные диски, бесключевой доступ, старт-стоп, ручки, которые уезжают за подлицо с кузовом. Эта конкретная машина у нас пришла с вишневым салоном. Серый цвет такой вот, не знаю, какой-то матово-голубоватый, что ли. Ну, вы сами его видите. У нас, слава богу, не радио. Стартуем автомобили. Здесь все абсолютно... Все абсолютно привычное. И если вы смотрите эти автомобили, у нас они вдруг на китайском языке. ЖУРИТЕ МЕНЕДЖЕРА! Потому что я всем говорю, что, ребята, не пугайте мне клиентов. Переводите эту машину на английский язык. Вот только что это сама перекидывала на английский. Здесь прекрасная камера 360. Включается она, ну, либо отдельно через меню, либо вот здесь вот под рулевым селектором, когда вы двигаетесь, к примеру, назад. Это камера вот с такой вот дорисовкой. Все работает быстро, не подвисает. Далее по меню ничего опять же нового. Покажу вам лишь климат, сидение, где подогрев и вентиляция и у драйвера, и у копайлота. То есть вот здесь на сидении. Далее адаптивный круиз-контроль, электрический багажник, электронный стояночный тормоз. Все помощники электронные, к которым мы привыкли, они, ну, у дорогих автомобилей, они здесь есть. Ну и здоровая панорама. Назад садиться не буду, потому что делала это уже многократно. Вот только что снимала видео про такую машину в сером мате, но с роботом. В общем, все просто. Если вы машину до 100 тысяч километров, для себя так предполагаете, можете брать и с роботом и не переплачивать за восьмиступку. Если вы восьмиступку берете, то, значит, вы хотите машину на дольше, на подольше. Но также я думаю, что в дальнейшей реализации вот эти вот автомобили будут, конечно, чуть дороже стоить. Но просто, опять же, если на долгий срок, там уже в первую очередь роль будет играть состояние вашего автомобиля даже, а не коробка. То есть если машина вся избита и, ну, просто загажена, затерта, то нормальный у нее автомат классический или робот у нее, это будет иметь меньше значения, чем состояние машины.